Добрый вечер. Извините, я, к сожалению, не говорю на русском языке, я буду говорить на английском. Может быть, к следующему конгрессу я выучу русский, буду говорить на русском. Я хотел бы поговорить о лучших практиках в дошкольном образовании и о опыте немецкого каталога качества. Поговорим о критериях качества, которые отражают лучшие практики и как они могут использоваться для того, чтобы улучшить в специальных учреждениях качество этого образования. Давайте начнем. Когда мы говорим о качестве, необходимо знать концепт качества. Что такое концепт качества в воспитании и обучении детей младшего возраста? Мы используем определенные рамки для этого качества. Давайте поговорим о качестве образования. Начнем с качества ориентации. Необходимо знать, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что ребенок обучается. Кова эта концепция? Сегодня мы думаем, что ребенок сотрудничает с самого начала. С самого начала взаимодействует с преподавателем, с учителем, с воспитателем, с ребенком. Конечно, это было не всегда. Да, мы в Нюрнберге, это город в Германии. 700 лет назад они придумали, они изобрели образование по определенной модели. Итак, вы чувствуете себя включенным, но на тот момент ничего не было внутри. Хороший воспитатель – это тот, кто дает много информации без какого-либо насилия и боли. Огромное количество информации. То есть, мы считали тогда, что ребенок – это какая-то пустая коробка, куда мы накладываем информацию. Сейчас мы по-другому считаем. Мы считаем, что есть определенная ориентация. У нас есть психологическое понимание, у нас есть развитие психологии, и оно отличает от той психологии, которая была сотни лет назад. Сейчас у нас есть письменные концепты в центре, как мы хотим образовывать наших студентов, какие ориентации у нас должны быть. Есть другие структуры. Структуры, конечно, влияют на образование и ориентацию детей. Конечно, есть разница, когда учитель работает с шестью человеками и с двенадцатью. Это рамки, это условия, которые не задаются профессионалами. Нет, какой учитель не может это изменить. Это может изменить правительство и люди во власти, каково образование самих людей, которые дают образование. Потом у нас есть качество процессов. Это то, какие опыты может пройти человек, как с ним обращаются, какие стимуляции у него есть. Например, язык в языке или какие-то физические. Это очень определенное образование, которое проходит ребенок. Потом мы определяем качество первого уровня. Это сотрудничество центра и родителей, которые очень важны. Ребенок – это неизолированный индивид, это ребенок конкретной семьи. Мы знаем, что сотрудничество в семьях очень важно. Самое важное, так как мы знаем из наших исследований, влияние семьи от двух до четырех раз отличается, как минимум, в западных странах. Все эти четыре области качества, они внедрены в эту общую рамку социально-экологического контекста. В центре – это область, где живет семья, это сельская местность или метрополис. Все это влияет на ребенка, на результаты, выйти их в правой стороне, когнитивные функции, социально-эмоциональные, также развитие моторика, ежедневные навыки, здоровье, язык. Если центр открыт каждый день, мама должна участвовать и работать, участвовать в зарабатывании денег. Центр также дает огромное значение на развитие ребенка. И это влияет на результаты. Я хотел бы начать с некоторых результатов и с некоторых факторов, которые влияют. С левой стороны вы увидите структуры качества и ориентации. Вы можете это измерить. Например, размер пространства. У преподавателя образования, ребенок – учитель. Какой коэффициент преобладает? Время на приготовление работы. Педагогическое отношение. В нескольких исследованиях вы найдете следующее. Факторы с левой стороны и ориентации, и структуры действительно влияют на процессы и качество процессов. И эти факторы объясняют, что от 25 до 50% дают именно качество процесса. Я думаю по-другому. Если вы знаете качество структур, если вы знаете качество ориентации, вы можете предсказать качество процессов до определенного уровня, между 25 до 50%. Вы запомните, пожалуйста, эти цифры, потому что это определенно подразумевается, будет внедрено в качество другого порядка. Это часть качества образования. У нас есть два способа улучшить качество. Первое – это, так сказать, космический метод. Это улучшение структуры, кондиций. Например, правительство должно иметь возможность увеличить качество образования дошкольников. Например, увеличивая финансирование. Но это способ. Если мы увеличим структуру, улучшим структуру, это будет иметь последствия на качество процессов. Как можно назад прокрутить? Помогите, пожалуйста. Давайте последнюю цифру просмотрим. Так, как раз вот здесь. Если мы улучшим эти структуры автоматически, более или менее, мы улучшим процессы. Это очень ясно и просто. Если отношение учителя 1 к 6, а не 1 к 12, у вас лучшие условия для взаимодействия. Конечно, цифры также говорят следующее. Вторая половина этого круга, она пустая. Это 50% качества, которое не зависит от структур. Они, так сказать, домашнего приготовления. Это определенный опыт, когда два учителя в одних и тех же центрах работают с одними и те же классами, делают работу разного качества. И это имеет отношение к качеству. Это ответственность профессионалов, которые имеют отношение к качеству и улучшению его. Поэтому у нас есть эти два пути. Улучшение структуры – это административная работа. И в дополнение также напрямую улучшать педагогические процессы в центрах. Я хотел бы по второму пути поговорить. Мы не должны забывать, что мы все, и родители, необходимо бороться за улучшение структур. Нам не надо об этом забывать. Но, конечно, нам надо и смотреть за процессами. Что нам необходимо для того, чтобы улучшить качество? Во-первых, необходимо общее понимание, что такое хорошая практика, что такое лучшая практика, что такое качественный центр. В Германии у нас есть разные спонсорские агентства, церкви, благотворительные организации и другие. Каждый из них имеет различные концепты, качества. По меньшей мере, они так заявляют. И никто не позволит нам просто установить национальные стандарты. Или, например, когда мы сделаем попытку доступа или оценить, так сказать, возможность в национальных стандартах. Вот каталог есть. Люди сказали, что вы не имеете права, так делаете. Спонсорские агентства делают это. Это их работа. Это могут делать Министерства культуры или определенные организации. Но, например, если, например, ребенок живет в Аршангерц или ребенок, живущий в Москве, у них есть разве различные нужды? Может быть, тогда нам нужен этот каталог. Зачем нам эта идея? Должны быть общие рамки, что необходимо всем детям. Неважно, а где они живут. Конечно, мы сделали и многое вложило в общее понимание создания критерий каталога, которые необходимы. Есть институционные техники и процедуры для улучшения качества. Мы в Германии. У нас огромные ресурсы образования, но у нас есть, конечно, еще запасно, чем работать. И специальные организации работают над стандартами, их улучшениями. Но мы хотим заверить, что этот каталог действительно качественный. Это вопросы, которые сейчас важны. У нас есть опыт, наши коллеги. Они не просто черпают информацию из книг. У них есть реальная практика работы. Все это, вся наша команда, включая в себя не одного человека, но двух и более много людей работают над системой создания команды, выработки стандартов, критериев. Мы работаем все над общей целью. Конечно, мы разработали Quick Course. Такой быстрый курс. Необходимо время для того, чтобы улучшить качество. Подумайте о центре как о системе. И необходимо двигать всю систему, включая всю команду. Это действительно тяжелая работа. Конечно, все из нас у нас есть свой опыт, свои отношения. И есть над чем работать. И огромные средства нужны, возможности для того, чтобы двигать систему. Может быть, и это в первую очередь время. Конечно, не верьте тем людям, которые говорят, что они придут и сделают все сами. Необходимо огромное количество времени, от одного до полутора, одного года до полутора лет, чтобы поменять такую систему. Необходимо включать всю команду в работу. Потому что вы работаете вместе. Это не независимая работа. Это командная работа, которая работает вместе на всю организацию. И это действительно то, с чем надо вам работать вместе. Над чем работать вместе. Это вызов для вас всех. Итак, это каталог критериев. Был переведен на испанский. И используется в Латинской Америке повсеместно. Сейчас мы работаем с издателем в Пекине, в Китае, для того, чтобы выпустить китайскую версию этой книги. Есть рабочая книга. Это другая книга, отличающаяся от каталога критерий. Здесь описаны методы, как вы можете изменить качество в вашем центре. Это собрание разных методов, очень конкретных, как вы можете работать в практике. Итак, что касается каталога. Как он сделан? Может быть, слишком сложно будет прочитать, но мы идентифицировали 21 качественное пространство в критериях каталога. Это определенное пространство, которое стимулирует работу. Другая качественная работа состоит в следующем. Как должен проходить обычный день? Необходимо быть уверен, что у ребенка достаточное количество движений, достаточное количество упражнений для мелкой моторики и других вещей. Все области развития, все здесь, они отображены. И чтобы быть хорошим директором, надо всегда контролировать все эти области, иметь возможности, способности и быть отличным в организации вещей и стимулировать своих коллег. Итак, этот каталог содержит 21 качественную область. И у нас есть 20 конкретных критериев качества. И это не унификация системы, но здесь у нас представлены критерии. Мы надеемся, что люди используют эти критерии, им не нужно обязательно с ними соглашаться. Но критерии задают стандарты. И вам нужно говорить, я думаю это по-другому. И вам нужно аргументировать это, почему нужно делать по-другому. Как мы разработали их? Мы провели международные исследования. У нас есть критерии качества. Мы также используем инструменты оценки качества. И у нас были разные группы, которые содействовали нам в разработке этих критериев. И вы можете выбрать какой-нибудь критерий, сфокусироваться только на нём. Например, у нас была группа по разработке языка, который используется. Как это проходит на практике? Мы используем круг качества, так называемый. Мы начинаем с анализа ситуации, что значит, что каждый коллега получает чек-лист, проверочную карту и оценивает качество со своей точки зрения. И то же самое используется и в командной работе. Мы смотрим на наши сильные и слабые стороны. Например, педагогическая ориентация. И мы хотим делать это так же, или мы хотим внедрить изменения? Что говорит об этом литература? Какого рода новую ориентацию можно использовать? После этого вы ставите цели для улучшения. Также команда ставит цели. Вы согласуете цели, планируете изменения. И в конечном итоге кто-то контролирует успешность и результаты, и внедрение изменений. Если вы не успешны, вы снова начинаете двигаться по этому кругу контроля. Это то, что мы узнали на практике. Очень важно, чтобы команда достигла определенных технологий по внедрению улучшений. Это то, что мы делаем с помощью вот этого круга качества, круга улучшения. Итак, мы работаем в кружках. То есть, что это значит? Мы работаем вместе. Мы объединяем директоров 12-18 центров. Мы с ними проводим целый день, каждые 6-8 недель в течение года, полутора лет. И между нашими встречами с директорами директора работают со своими командой, вся команда задействована, и вся команда участвует в процессе улучшения качества. Конечно же, нас интересует эффективность качества. Как это влияет? Улучшает ли это нашу систему? Получаем ли мы более высокие стандарты качества? Поэтому не всегда, но я бы сказал, что в половине случаев наших оценок мы измеряем качество центра до начала нашего анализа. И после этого мы оцениваем качество через год, через полтора, после того, как мы внедрили круг улучшения качества. Мы используем инструменты, которые вы также используете. Мы используем шкалы дошкольного образования, рейтинги и так далее. Вот синий – это после завершения внедрения улучшения, и желтый – до. И вы видите, что это на один балл по шкале 7 баллов увеличение качества. Здесь еще возникает вопрос, много это или мало. Ну, мы говорим о результатах, и на основании данной шкалы мы видим хорошее улучшение, это высокое улучшение. И мы можем также понять, что это того стоило, внедрять эти изменения. И спасибо большое за внимание. И еще вот последний слайд. Последний слайд. Здесь направление качества. Здесь вы видите, мы видим улучшение по всем направлениям измерения качества, особенно во взаимодействиях и в активностях. То есть это значит, что по данным направлениям, это те направления, которые зависят от качества обучения и качества профессиональной подготовки воспитателей. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо. Спасибо.